Ну что, друзья, осень началась, листопад, и вместе с листьями падают фондовые рынки, и вообще все. Как можно заработать на падение сегодня, и вообще как все это происходит в сегодняшнем выпуске. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. И началась осень, все трейдеры вышли из отпусков, конец лета у нас, в общем-то, был достаточно спокойный, хотя, в общем-то, уже ожидалось традиционное падение на рынках. И, в принципе, я его ждал, но оно не случилось, во-первых, а во-вторых, ну, я был в отпуске. Давайте посмотрим, с чего все началось, что инициировало это дело. Вот, посмотрите, вот конец августа. Так, какое здесь число? Ну, конец августа, 20 число. Посмотрите, наш рынок, индекс РТС, опускается, поднимается, опускается, поднимается. Четкий боковик. С нефтью то же самое, вообще, стоит мертво. Не знаю, почему, наверное, все просто в отпуске. И вот оно. Значит, посмотрите, индекс РТС вдруг начинает падать 2 сентября там, или какого, сейчас скажу, 3, по-моему. Он начинает падать и уже пробивает нижний коридор поддержки. Почему? Немцы объявили, что у Навального таки обнаружили следы отравляющих веществ, кто бы мог подумать. И, естественно, немцы говорят, что здесь замешано руководство страны. И оно, несмотря на все уверения, что оно не заинтересовано, оно заинтересовано, потому что, ну, на носу выборы. Умное голосование, которое Навальный продвигает, оно, в общем-то, работает, и поэтому, ну, в общем-то, оторванули Алексея. И вроде бы вот на этом основании, говорят, введут санкции, значит, там, соответственно, естественно, что произошло? Ну, естественно, рубль, вот, давайте посмотрим в этот момент, что случилось с рублем. Рубль начал падать, доллар начал расти. Логично, вполне, потому что, ну, все опасаются санкции, значит, там народ побежал скупать доллары. Вроде бы, ну, вот оно, значит, там Навальный, и этот импульс должен был закончиться и пойти вверх. Но уже 3 сентября, вот она, 3 сентября, начинает падать индекс S&P 500, американский. И здесь Навальный явно ни при чем. Здесь Навальный явно ни при чем, потому что, почему он начинает падать? Да потому что он перегрет, просто перегрет. Все ожидали, что он начнет падать еще в конце августа, но, несмотря ни на что, в августе, вот он, посмотрите, вот он в августе, середина августа, рывок вверх. На чем он основан? Это последний, так сказать, как бы, выдох, я считаю. Ну, я давно ждал, что будет коррекция на рынках, но вот, кажется, она началась. Давайте посмотрим, за счет чего она началась. Давайте посмотрим, из чего состоит, как бы, индекс S&P 500. Весь рост индекса S&P 500 в последнее время был обеспечен, так называемым, фангами. Вот, что это такое? Это фанг, это аббревиатура от названий компаний Facebook, Apple, Amazon, ну, NVIDIA, народные акции считаются, и Google. Вот что такое. То есть, весь этот рост был обеспечен за счет роста этих компаний. Давайте посмотрим на графики данных компаний. Все остальное практически не росло, оно в стагнации было. Давайте посмотрим на графики этих компаний. Вот он, Facebook. Посмотрите, вот он, взрывной рост Facebook в конце августа. В конце августа. Вот он, взрывной рост Facebook. Так, что дальше у нас? Facebook, Apple. Посмотрите, вот он, взрывной рост в конце августа. Вот в последнее время Apple. Давайте смотрим следующее. Amazon. Ну, я бы не сказал, что взрывной рост, просто последовательный, но тем не менее. Дальше. NVIDIA. Но тут вообще просто стрела вверх была. Google в августе последний рывок, в связи с чем это было связано и можно ли было этого ожидать. Но, в принципе, можно было ожидать, потому что, ну, эти компании, была отчетность, эти компании отчитались, в общем-то, не так, чтобы плохо. Они отчитались лучше. Да, еще есть компании народные, какие? Tesla, естественно. Вот. За которой я особенно не слежу. Почему я за ней не слежу? Да потому что, ну, просто не очень... Ну, она, в общем, такая, как бы сказать, не подкреплена фундаментально. Я не смотрю. Ну, и вот она, Microsoft, самая большая компания. Ну, здесь ситуация примерно такая же, аналогично. За счет чего росли эти компании? Давайте посмотрим на Tesla. TSLA. Вот она Tesla. Ну, у Tesla вообще просто в августе ракета вверх. Она не могла не упасть и не подтянуть. Но Tesla пока еще не входит в индекс S&P 500, она входит в NASDAQ. Так, вот, не могло не потянуть все это, в общем-то сказать, падение на рынках. Посмотрите, весь рост в последнее время был обеспечен какими компаниями? Раз, два, три, четыре. Так, F, A, A, N, G. Пять, шесть, ну, семь компаний всего обеспечивали вот этот рост. И, ну, конечно же, рынок перегрет. Почему это произошло, я расскажу, ну, наверное, в следующем, как бы, видео. В следующий раз я более подробно остановлюсь на этом. Но этот рост, в общем-то сказать, ну, как бы, он должен был завершиться коррекцией. И он завершается коррекцией. И Навальный здесь вовсе ни при чем. Что происходит дальше? Куда вкладывать? Казалось бы, в последнее время золото должно расти, и оно росло. Но, и, соответственно, акции золотодобывающих компаний. Но давайте посмотрим, что произошло со всеми остальными акциями. Вот они, смотрите, вот это S&P 500, а вот это вот нефть. А вот это вот уже вот серьезно, посмотрите, нефть толкалась на месте вообще. И вдруг она начала падать. Куда дальше расти нефти? Во-первых, нефти расти дальше некуда, потому что она выросла до таких пределов, что начали увеличиваться добычи сланцевой нефти. Во-первых. Во-вторых, запасы в нефтехранилищах снижаются, но не так сильно, как хотелось бы. И вот Саудовская Аравия объявляет о снижении цен для арабских покупателей, и, соответственно, это вызвало падение на рынке нефти. Спрос не так сильно растет, он вырос, конечно, но не так сильно, как хотелось бы. То есть в нефти не спрячешься, нефть тоже падает. Давайте посмотрим, что с золотом. Вот оно золото. А золото тоже, в общем-то, в августе начало падать, потому что акции продолжили расти. Но вот оно как бы застопорилось. То есть вообще прятаться некуда. Ребята, вот что я хочу сказать. Золото, серебро корректируется. Платина, медь. Но медь еще растет, потому что вот спрос на нефть все-таки еще не упал. Палладий. Апалладий, он еще и не начал расти даже. Вот что я хочу сказать. Так, и валюты. Вот он доллар. Американцы всеми силами пытались снизить доллар. Это какое-то время получалось. Все. Лимит снижения доллара закончился. И вот, печатайте дальше, ребята. Что еще можно сказать. Да, вот евро. А евро в это время росло. Опять же, может он долго расти, не может. Японская иена. Японская иена – самая стабильная валюта. Мотайте на ус. Если куда и спасаться, то может быть японскую иену. Английский фунт – ну не знаю. Канадский доллар – ну не знаю. Швейцарский франк. Швейцарский франк в последнее время вырос. Ну, а вот самая стабильная валюта – это японская иена. Если хотите сохранить деньги, наверное, стоит туда. Вот так. Вот. Австралийский доллар, он повысился. И я думаю, что он еще повысится. Тоже может быть. Но австралийский доллар у нас сложнее купить. Вот такая ситуация. Как долго продлится. Смотрите, что такое коррекция. Коррекция – это когда падает все. Мы видим, что упали акции, упала нефть, упало золото. Как надо заработать на этом деле? Как можно здесь заработать? Да, очень просто. Ребята, вот именно здесь. Единственный способ, как здесь можно заработать, ну один из немногих, по крайней мере, это срочный рынок. Это фьючерсы в шорт. Только там можно фьючерсы взять в шорт без кредитного плеча. То есть не надо платить за кредит. Только фьючерсы, либо опционы. Опционы круче. Опционы круче, чем фьючерсы. Потому что фьючерсы – это, ну как, как кувалда, понимаете? Либо плюс фьючерс, либо минус фьючерс. Одно из двух. А вот опционы, вы можете взять намного более тонкий инструмент. Вы можете взять минус 0,2 фьючерса, грубо говоря. Или там вы можете взять минус 5 фьючерсов, но где-то там далеко и так далее. То есть вы можете продать 5 фьючерсов, но вот со срочкой, например. Очень много вариантов, понимаете? Можно продать 0,1 фьючерса, а можно продать, если вы, например, имеете небольшие деньги, и вы уверены в падении рынка, то, скажем, вы можете продать только один фьючерс в шорт, например, на РТС, а все, у вас денег больше нету. А с опционами вы можете сыграть намного лучше, намного интереснее. Например, продать 6 опционов в шорт. Ну, вернее, это то же самое, что продать 6 фьючерсов в шорт и на этом заработать аж на 6 фьючерсах. Все это вполне реально, вполне достижимо на срочном рынке. Ну, давайте посмотрим, что сейчас у меня, какая ситуация. Ну, вот он падает. Ну, в данный момент у меня ситуация вот такая. У меня сейчас жесткий шорт по опционам. Вот, посмотрите, вот она вот. Чем ниже, ну, вот текущая цена, чем ниже упадет индекс РТС, тем больше денег будет. Но, опять же, насколько ниже? Ну, это все ограничено. Вот она вот, дельта равна нулю. Ну, здесь я заработаю в широком диапазоне. Вот в плюсе я буду, вот при данной текущей ситуации, в плюсе я буду, если индекс РТС будет от 122,700, это... Ну, это вот здесь. Так, сейчас это 4-часовой график. Вот, 122,700. Вот отсюда и ниже. Ну, чем ниже, тем больше я заработаю. Но, на самом деле, я заработаю в районе, ну, там, 12 тысяч рублей. Вот. И у меня здесь минус 4,65, грубо говоря, фьючерса продано. Для того, чтобы продать один фьючерс, нужно, ну, что-то в районе, там, 30 тысяч рублей на счете. 5,4 это... Сколько там? 30 умножим на 5. Это 150 тысяч, но у меня нет 150 тысяч. И, тем не менее, у меня, видите, вы проданы 4,65 фьючерса на индекс РТС. То есть, чем ниже упадет, тем больше я заработаю в данный момент. Но это прекратится. То есть, вот она вот. Вот сколько фьючерса у меня продано. Сейчас минус 5, грубо говоря. Так, сейчас он обновится. Так, не обновится. Вот. А потом все это выровняется до нуля. То есть, вот здесь динамика, здесь очень важно понимать, очень важно тонко настраивать эти инструменты. Как это делать? Ну, надо работать. Во-первых, на срочном рынке надо очень хорошо понимать, что делаешь, как это делать. И об этом я рассказываю, как вы понимаете, на курсе по опционам. То есть, смотрите, если вы вообще ничего не соображаете, вам, так сказать, вы полный чайник, курс биржи для чайников. Самый лучший в интернете, я вас уверяю. А если вы уже понимаете, как делается, как все функционирует, стоп-заявки и так далее, ну, курс по опционам, это срочный рынок. Как зарабатывать на падении рынка? Если вы еще не начали, не начинайте, пока не разберетесь. Это не последний кризис, не последнее падение. Сейчас, если вы туда влезете, ничего не зная, вы потеряете все, я вас уверяю. Потому что здесь надо очень-очень грамотно все делать. Если не знаете, не суетесь на срочный рынок. Очень подробно я объясняю, потому что вот тут уже нужно, там и математика есть, и все. Это очень-очень сложно разобраться, друзья мои. Без обучения, ну, не лезьте, я вам точно говорю. Вот. А заработать можно только здесь. Давайте посмотрим. Да, ничего у нас пока еще не продано. Вот. Ну, вот такая ситуация у меня сейчас. И есть полная поддержка в чате. Мы общаемся о том, как это делать. Сейчас я немножечко, ну, отошел от дел. Ну, во-первых, были отпуск. Во-вторых, значит, отправляли дочь на учебу в Чехию. Поэтому я немножечко поменьше рассказывал про срочный рынок, про вообще рынок. Вот. Ну, сейчас все, возвращаемся. Дочь уже в Чехии. Мы в отпуск съездили, отдохнули. Слава Богу. Все было очень-очень неплохо. Отчет об отпуске у меня на другом канале. Ссылочка будет в конце этого видео. Ну, а на сегодня, наверное, все. Задавайте вопросы. Что будет, как будет с рынком. Я буду держать вас в курсе. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. До встречи.